Эти две шали, они разные. Одна тонкая, другая толстая. Это натуральный цвет, такой с коричневой пух. Серо-коричневая, она тонкая и воздушная, но пух очень хороший, из-за этого она хорошо пушится. А вот эта толстая пух, подкрашенная, но она пушится такими колечками. Видите, это можете видеть. И она плотная, она очень плотная, такая, знаете, по виду войлока. И, в общем, стоят они обе по 8 тысяч, хотя платки на самом деле немножко разные. Сейчас рассмотрим рисунок. На более плотном платке вот такой рисунок, смотрите. На более тонком вот такая красивая кайма. Хотя на нашем сером пухе рисунки вывязывать, можно сказать, что бесполезная затея, потому что все это запушится, их видно, все равно потом у вас не будет. Это на белых шалях, на белых платках хорошо видно рисунок. Например, как вот на этом белом платке, стоимостью 5 тысяч. Посмотрите. Ручное вязание. Хорошо он связан, красивенький платок. Это тоже наш местный волгоградский пух. Естественно, он будет пушиться, все это спрятено на основу. У нас придут только так. Вот так он выглядит, красивый платок за 5 тысяч. Размеры этих платков 1,40 метра. Вот эта плотная шаль может быть сядет до метра 30, но вообще метр 40. Вот этот красивый платок стоит 7 тысяч. Вот эти два по 6. Очень хорошие платки. На них, посмотрите, вот такой мягкий пух, вот он прям мягкий. И очень хорошо запряден, они у вас не будут лезть. Достаточно тонко связано, но пушистые, прям хорошие платки. А этот вообще не распушенный платок, тоже очень мягкий. Да, очень приятный платочек. Натуральные все цвета. Девочки, это все не крашеное. 7, 6. Размер вот этих метр 20, вот этот метр 30. Платки не тянутые. Очень красивые. Качество вот всех трех просто замечательное. Смотрите, как это выглядит на фигуре. У меня рост метр 70. И размер у меня 120-118. Вот, ну просто спрашивают люди, как можно в нее укуться или нет. Это вот та шаль, которая по 6. Вот, пожалуйста, смотри. Вот так она смотрится. Мягкая, мягкая. Вот это прям тепленькая такая. Можно ее на поясе завязать. Вот. Вот так завязывается. Видите? Мягкая, прям мягчайшая. Сейчас покажу посель, как смотрится. Посель, она немножко побольше. Она, наверное, не распушенная. Висела на веревке. Вот она, посель. Вот такая. Вот такая. Вот это посеян. Тоже мягенькая, прям очень хорошая. Удачный вариант. А вот там на веревке вы можете видеть, вот этот 9 висит платок, полощица крайний. Это связано в Оренбурге. То есть, если вот здесь нитка напрядена, пух напряден на нитку, то там пух смотан с ниткой. Ну, вы разницу, надеюсь, понимаете? Вот, немножко по-другому. И вот крайний 9 тысяч, а вон там дальше висит по 6. Тоже нераспушенный платок хороший. Это 7 тысяч. И дальше нам надо вот эта легкая, которая была по 8 тысяч, метров 40. Вот он. Он смотрится вот так. То есть, метров 40 это много. Все платки очень хорошие. Вот это из легких платков. Вот так. Вот еще платочки. Смотрите, вот это чудо связано в Оренбурге. Очень такой тоненькой, тонкая работа. Посмотрите, пух, ну, 100% волгоградский. Ну, красиво связан на тонких спицах. Вы знаете, он чуть покалывает. Такая работа красивая. Вот он покалывает. Но я думаю, что он выбьется. Наверное, должен. Очень симпатичный платок. И так как пух хороший, то он, конечно, будет пушиться. Стоит он 9 тысяч. Платок номер 7. Оренбург 7. Вот она, ось. Ну, сейчас вообще невозможно найти нормального пуха. Он сейчас, я же разговариваю с людьми, все плачутся. Нету. Я сама купила щипанный пух, чтобы нитку для вас сделать. 5 тысяч килограмм. И попробую найди. Говорят, дешевле не отдаем. Купил кота в мешке. Что придет, еще не знаю. Вот такие астины. В общем, посмотрим. А платок связан очень хорошо. Вот хороший, девочки, платочек. И стоит он всего-навсего 6 тысяч. Мягенький. И вообще, как бы, без вопросов. Не распушенное все это, естественно. Вот смотрите. Вот 6 тысяч не распушенное. А вот тот платок подруга, видите, распушенный. Потоньше. Вот, пожалуйста, на выбор. Хотите тот, хотите этот. Вообще недорого 6 тысяч. Вот этот платок очень хороший. И цвет, и связано. И вязочка такая прям аккуратненько. Он, знаете, он как бисерный. Ну, вот чуть покалывает. Прямо реально. И пух на нем упругий такой. Ну, его чувствуется. Ну, такая косячок есть. Может, кому. Может быть, кому-то это, знаете. Ну, не особо важно. Купите. Девочки, обратите внимание вот на эти палантины. Вот этот палантин двухцветный. Это тоже палантин подруга. Стоит он 3,5 тысячи. Размер его почти 2 метра. Почти 2 метра на 35 сантиметров. Это палантин, смотрите, вот. Пушистый, серый, очень красивый. Сейчас я вам на просвет рисунки покажу. И вот вот эти платки по 6 тысяч подруга. Вот видите, они разного цвета. Это весь пух натуральный. Это очень хорошие платки. Тонкие, легкие и пушистые. Хороший пух. Вот еще один коричневатый, видите. Они так немножко слежавшиеся. Если их потянуть, они будут прям вообще классные. Вот, смотрите, какой рисунок у палантина на просвет. Видите, какая красивая дорожка. Вот у подруги рисунок. Это такие вот легкие платки. Не всем же нужно тяжелые и толстые. Кому-то нужен легкий, посмотрите, какой лохматый. Ну, прелесть. Это вот одна женщина так вяжет. Я уже продавала ее вещи ей, девочке, 70 с лишним лет. Представляете? Смотрите, какая прелесть. Вот такой руки я не встречала. Такого пуха и такой руки. Она тонко придет и вот меленько вяжет. А потом они еще чуть подпушивают. Но у них пух. Вы посмотрите, он не выдирается. Да, он подпушный, но я тяну со всех сил, и он не выдирается. Почему? Ну, потому что нитка закручена. Сейчас я вам еще бомбу покажу. Вот прям бомбу, тяжеленные платки, с которых тоже не выдирается нитка. Давно таких не было. Такие платки были полгода назад. Это будет первая бомба. А в конце будет еще одна бомба. Вы никуда не уходите. Но я думаю, что вам мои бомбы очень понравятся. Девочки, ну, я вам обещала бомбу-эксклюзивчик. Давно такого не было. Смотрите, это все натуральное. Тяжелое и натуральное. Вот эти платки или килограмм, или чуть больше. Стоят они 13 тысяч. Эти платки очень хорошие. Очень, просто чрезвычайно. Во-первых, они толстые. Они как войлок. Во-вторых, они не выдергиваются. Вот, смотрите. Очень хорошо запряден в нитку длинный пух. И распушен, и пушится кольцами. Вот за этот их калечный вид. Это очень ценится в наших местах. Не каждый козел так пушится. У меня таких нет. Или, может быть, я так не вяжу. Не знаю. Видите, какой красивый? Красивущий. В спокойном состоянии, девочки, он метр тридцать. Если его потянуть, будет метр пятьдесят. Но потом он все равно от времени сядет на метр тридцать. Ну, как бы, это свойство трикотажа. Но, тем не менее, можно его больше сделать. Это я вам к чему говорю. Ну, то есть, если вы под него ляжете, ногами, как бы, так, знаете, его потянете, то вы им, конечно, укроетесь. Смотрите, два вот таких шикарных палантина. Шикарных. И цена у них всего-навсего четыре тысячи. Представляете? Смотрите, натуральная. Вот такой рисунок я вам сейчас на просвет покажу. И вот, обратите внимание, что сзади-то висит у меня. Гляньте. Это два шикарных палатка, смотрите, колечками. В общем, у них тоже размер метр тридцать. Я натянула их на пяльцы метр пятьдесят. Вот видите, вот они на пяльцах висят. Метр пятьдесят. Ну, вообще, размер их такой. Потом у вас будет метр тридцать. Очень красивые палатки. Так, они почти килограмм девятьсот грамм. Я их завесила. Потом посмотрим. Вот, смотрите, палантинчик. Очень пушистый. Рисунок кошачья лапка. И вот еще один такой же толстый, толстенный платок. Это вот тоже толстый из серии «Подруга». Только вчера их привезли. Девочки, он тоже тринадцать тысяч стоит. Девочки, то есть вы подумайте, обратите внимание. Такое бывает нечасто. Ну, то есть, понимаете, как вяжут такие платки? Многие. Можно, ну, можно найти. Ну, качество у них очень даже. Прям очень. Вот, смотрите. Вот, видите? Вот. Отличная. И пух хорошая. Ну, вообще эти вязальщицы хорошо вяжут, жалко, что мало. И вот, посмотрите, какая прелесть. Ну, это же прелесть. Такое тоже нечасто встречается. Посмотрите, какой пушок. Ой, ну, прелесть. Если начать, конечно, по одной волосине выдергивать, вы его весь повыдернете. Ну, вот так вот, чтобы сказать, чтобы он лез. Такие платки распушенные. Они все более-менее лезут всегда. Я, девочки, говорю, что это прелесть прелестная. Вот, смотрите. Ну, на 150 он, конечно, в натяг. Смотрите, какой. Как шкурка. Вот такой. Смотрите, какой классный. Ой, вообще. И цвет. Девочки, ну, он подкрашенный, конечно. Смотрите. Колечки, колечки. Ой. Ну, будет он, конечно, лезть. Чуть-чуть подлезть. Но я его почешу. Ну, не так. Нет, есть, знаете, прям вообще вот цепляешь, а он весь лезет, когда плохо прикреплен пух. Ну, вот. Чтобы такие кольца были, по-другому не получится. Придут, пух много на нитку кладут, и потом часть пуха вылезает, девочки. Вот. А если не хотите, чтобы он лез, ну, берите непушеный. Так что вот такой у меня обзорчик. Да, я не сказала, сколько они стоят. Стоят они 11 тысяч, вот такие платки. Метр тридцать их такая, спокойная. Спокойный размер будет. Ну, вообще на метр пятьдесят. Вот, видите, я его растянула. Так что вот. Всю эту прелесть вы можете заказать по телефону. 8-960-87-094-67. Это вот косынку. Смотрите, шесть тысяч. Она огромная. Огромная. Отослала женщина. Ей, в общем, не понравилась, не заценила. Она ее назад. Ну, видите, потому что у нее пух. Вот, не распушенный. Многим нравится, чтобы был распушенный. Я ее стирала. А она вот такая теплая, подваленная. Видите, ну, пух такой на ней. Так что я без проблем все назад забираю, если не понравится. Зря она, конечно, от нее отказалась, потому что косынка-то хорошая. Она, да, она не броская. Но она подваляется, она у вас будет, как войлок. Толстая, толстенная, огромная косынка. Стоимостью шесть тысяч. Ну, вот люди обычно, знаете, как-то пуховые вещи представляют себе, если что-то выбивается из их восприятия. Ну, не нравится. А косынка реально хорошая, она огромнейшая. Шесть тысяч, так что вы можете, так что вы можете ее забрать. Вот, все это по телефону 8-960-87-094-67. Вот, у меня еще есть телеграм-канал. Все ссылки смотрите в описании. Есть еще белые вещи хорошие. Есть Оренбург, белые платки и палантины. Вот, много обзоров. Есть одежда, шапки, носки. Ну, то есть все вот эти вот штучки. Все вы можете заказать. На белые вещи завтра вам обзорчик сделаю. Я оставлю под этим видео ссылочку. Но это будет завтра. Всем пока.